Всем привет, друзья! С вами Федя, и добро пожаловать на мой 140-й выпуск, под названием «Ночная Сова». Сегодня мы с вами поговорим о сегодняшнем дне. Сегодня я устал, помылся, позавтракал и пошел в школу. Сегодня на русском мы сначала проверили домашнее задание. У меня там вообще все правильно было. Потом мы, наверное, нам раздали листочки. Мы в этих листочках работали. И вот еще в начале урока, в начале урока русского, Надежда Николаевна и Ирина Вареньевна разговаривали на... По поводу поведения Лагутина. Что нужно вызывать маму. И правильно, если он сидит там, воронече считает. На математике мы писали... Мы сначала решали на калькуляторе, А потом писали самостоятельную работу. Ну а что поделать? Так Марина Борисовна сказала. На биологии мы тоже проверочную работу писали, как я вам уже вчера говорил. И не знаю, что мне там поставить, друзья. Не знаю. И по математике не знаю, что поставить. На втором русском мы литературой заниматься почему-то не стали. Хотя Надежда Николаевна сказала, оставляем русский на вторник. Или нет, Илья. Я могу ошибаться, конечно. Но... Не знаю. Короче, вот так вот. Вот. На... И на истории мы там отвечали на вопросы. И еще на уроке истории, знаешь, что происходило? Сейчас объясню. Кто-то из девочек, либо... Зубарева, либо Кристина, кинули бумажку Нуждиной. Она упала на пол. И я ее сразу поднял. Нуждина уговаривал меня, отдай бумажку, отдай бумажку. Притом еще со мной сидела Вегера. Она говорит, тоже отдай бумажку. Но я ни в какую не хотел отдавать. Я взял ее и стал ее читать. А там написано... Я не успел прочитать, как они стали... Снова стали вопить. А потом еще ябеничить. Учительницы по истории стали. И да, мы сегодня на вопрос отвечали письменно. Поэтому... Да. Вот. Ябеды две. Не девочки, а просто настоящие ябеды. Может быть, не где-то. Или. Это... Да. Ну... Ну... Это... Давай, давай, проводим. Вот. гулять. Подумаешь? Подумаешь? У меня есть много людей, с кем пообщаться ВКонтакте. Вот Лагутина, к сожалению, нету. Но зато есть девочка из детского сада по имени София. Которая учится тоже в нашей школе и совсем в другом классе. Она есть в ВКонтакте. Вот. Представляете, какие наглые и борзые. Две наглые дебилки. Хорошо, что я... Но я не растерялся. Я поступил как настоящий парень. Вот. После всего этого я пошел домой. Рассказал все папе. Показал эту записку. И потом, да. Потом мы поехали в поликлинику. После того, как пообедали. Кстати, он там поехал за Викой. Вот. Папа поехал за Викой. Вот. Мы поехали в поликлинику. Но первым делом мы заехали к папе на работу сфотографировать фотку на визу. Гореческую. Ну, в Грецию, когда полетим. То... Да. Вы поняли меня. Вот. Потом мы поехали в метро. И вот по дороге в метро. Да. И мы, кстати, не на машине поехали. А на метро. Потому что там хотел, чтобы я его посмотрел. Это новое метро. Которое сделали на... Какой-то... Где-то сделали. Ну, рядом, скорее всего. Вот. Приехали. Мы немного подождали. и... Вот. Мы приехали с папой. Пришлось долго идти, чтобы добраться до поликлиники. Вот. Мы немного по... дождали. Пока вот освободит... освободится. Потом мы зашли в кабинет УЗИ. Сделали там УЗИ. Потом эээ... Врачи с папой пошли говорить... эээ... разговаривать на всё это. И знаете что? Да. Вы можете орать, можете не орать. Но меня третий раз уже, третий раз послали сдавать кровь. Эх, как жалко мою руку пенную. Ну, ничего. Сейчас расскажу волшебные слова, и, может быть, тогда всё пройдёт. лети, 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 лепесток через запад на восток. Облети вокруг земли, быть по-моему вели. Вели, чтобы у доктор получилось достать мою кровь с первой же попытки надеюсь что завтра все обойдется и не будет такой ужасный поле моей руки просто руку жалко блин и причем мы завтра очень рано встаем натощак то же самое с лёшей он встает натощак и идет тоже поликлинику но не рядом аж на яка что-то там короче да вот так вот не на конечно удивлен что меня заставляют третий раз давать кровь это конечно просто какие ворота не влезает вот еще кстати на русском на втором уроке мы на листочках делали задание где нужно где был фразеологизм не делай звук слона это значит не торопись не спеши не не бойся да и там нужно было составить свое предложение вот я составил у нет я потерял ключи от дома да да не делай ты звук слона найдем короче так вот на этом все ребят надеюсь вам понравилось ставьте лайк и за эти девчоночные совы всем пока